В свой учий дом Анна Аксененко, родная сестра Витя Черевичкина, не заходила больше полувека. Слишком волнительные воспоминания. В ноябре 41-го года ей было всего 11 лет, старшему брату 16. День, когда Витю расстреляли немцы, она помнит в мельчайших деталях. Когда немец его завел во двор сюда и повел прямо в сарай, и думали, что он его там убьет. Люди думали, все вылетели. А он нет. А тот открыл этот голубятню и выпустил их. Они все вылетели и вот так вот кругом дома сели. Вот так вот кругом. И сидели. А когда его расстреляли, они пых и улетели. О трагедии роковых сороковых в этом мирном дворике на 28-й линии мало что напоминает. Вместо голубятни – кости и череп. А еще смутные воспоминания соседей. Ну вот от нее я слышала, что он не здесь жил. Она отрицательная. А здесь, по-моему, расстреляли. Витя расстреляли в парке Фрунзе. До освобождения города советскими войсками он не дожил один день. Под конвоем Черевичкина доставили в немецкий штаб. Он находился через дорогу от родного дома мальчика. Это здание сейчас стоит на улице имени советского героя. Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руках облетела весь мир. Этот снимок стал еще одним доказательством на Нюрнбергском процессе преступлений гитлеровской Германии против человечества. Анна Ивановна бережно хранит все публикации о брате. Женщина верит, ее Витя помогал Советскому фронту. Он отправлял с почтовыми голубями сведения об обстановке в городе. А мама сказала ему, больше ты мне не лазь в машинку швейную, не забирай нитки. Что не коснусь, говорит, ниток нету белых. А он потом стал меня заставлять. Мама тебя не ругает, пойди принеси мне катушку ниток белых. Куда эти нитки шли? Сомнения в оценке геройского поступка Вити Анна Ивановна воспринимает болезненно. Как и то, что до сих пор ее брат не удостоен звезды героя. Историк Виктор Ушаков во всем винит сложности военного времени. Многие документы не сохранились до наших дней. Именно поэтому вокруг имени Вити много легенд. Кто-то утверждает, что пионер ослушался приказа вермахта и сохранил голубятню. Другие доказывают. Черевичкин партизанил прямо под носом у немцев. Стал он таким своеобразным символом сопротивления. По аналогии с другими пионерами-героями. Для себя точно совершал какой-то подвиг. Такое сопротивление оккупационным войскам. О судьбе советского школьника Витя Черевичкина знают далеко за пределами Ростова. Сразу после войны в его честь называют улицы, складывают песни. В Ростове его именем назвали целый парк. Несколько раз в год. 9 мая и в дни освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Благодарные потомки приносят к этому монументу цветы. Анна Соколенко, Андрей Токарев, Владимир Иванов, Южный регион, Инфо.